Украина вкладывает средства в проект по разработке собственной дальнобойной ракеты. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявляет, что Украина имеет хорошие перспективы производства собственных дальнобойных ракет с дальностью поражения вражеских объектов на расстоянии тысячи километров и более. В частности, у министра спросили, есть ли в Украине возможность возобновить производство дальнобойных ракет. У нас с вами официально существует утвержденная ракетная программа. На нее официально уже выделяют из бюджета средства. Исполнители этой программы – украинские на 100% производства и индустрия, рассказал Резников. При этом он привел успешный пример проекта украинских противокорабельных ракет «Нептун», которыми удалось потопить российский флагманский корабль «Москва». У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения больше чем тысячи километров, подчеркнул Резников. Кроме того, министр рассказал, что часто западные партнеры Украины колеблются, предоставлять ли новый вид оружия, потому что имеют страх очередного уровня обострения ситуации. Я очень сильно их убеждал дать нам противокорабельные ракеты «Гарпун», которыми надо было защитить наше побережье Одессы и портовые хабы. Когда мы поразили «Нептунами» корабль «Москва», через неделю было решение предоставить нам «Гарпуны». Как только наши партнеры будут знать, что наши ракеты, с определенными нашими названиями, летят больше, чем на 200, 300 и 400 километров, я убежден, что появится атака МС и остальные, подчеркнул Резников. Напомним, оперативно-тактический ракетный комплекс дальнего действия «Сапсан» или «Гром-2» должен был стать самым мощным украинским оружием. Он мог бы поражать цель на расстоянии до 500 километров. Комплекс «Гром-2» Украина начала производить в 2016 году по заказу Саудовской Аравии. В феврале 2021 года тогдашний министр обороны Андрей Таран заявил, что АТРК готов на 80%, необходимо сделать последний шаг и доделать его. В марте 2023 года Алексей Резников отметил, что есть реалистичный план завершить создание ракетного комплекса уже в этом году. Отметим, в Минобороны РФ заявляют, что Украина уже начала применять оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2». Редактор субтитров А.Семкин»